Трагедия над Синайским полуостровом стала болью для людей во всем мире. К российским дипмиссиям люди продолжают приносить цветы, свечи и мягкие игрушки. В наших посольствах от Америки до Японии открыты книги соболезнований. И весь сегодняшний день слова поддержки говорят и большие политики, и обычные люди, взрослые и дети. Эти кадры из Латвии, и они не нуждаются в комментариях. Те же трогательные записки со словами «Сочувствие» в Берлине и Париже полнятся свечами и площадь перед российским посольством в Киеве. Люди несут иконы и зачастую просто не в силах сдержать эмоции. Очень тяжело найти слова утешения, но если близкие и друзья погибших увидят, как люди со всего мира выражают соболезнования, возможно, это поможет хоть немного унять невероятную боль. Я, в общем-то, решила спонтанно встать и пойти, ну, мешку купила и от Берлина положила. Очень-очень скорбим, вся моя семья скорбит. Тяжело говорить. Мы, конечно, скорбим вместе с нашими братьями россиянами. Это ужасная трагедия. Мы не могли оставаться дома и хотелось хоть как-то выразить свое сочувствие. Эта трагедия, конечно, потрясла меня и мою семью. И хочется как-то утешить молитвой тех, кто остался без своих близких. И помоги, Господи, этим людям найти в себе силы. Укрепи их, Господь, чтобы они не отчаивались. В Москве у Храма Христа Спасителя по благословению Патриарха прошла траурная акция. На ступенях зажгли 224 лампады по числу жертв авиакатастрофы. Вместе они образовали большой крест, символ, объединяющий всех неравнодушных к этой трагедии. Утопают в цветах сегодня и стела города-героя Ленинграда в Александровском саду. Там в память о каждом погибшем зажгли свечу. И Санкт-Петербург, для которого это огромная потеря. На Дворцовой площади настоящее море цветов. Фотографии погибших и люди, которые весь день идут к этому мемориалу.